Где же ты, мечта Я обещала вам сказку, произнесла она в слов в пустой комнате. Ну вот, слушайте. Улыбнулась она тем, кому обращалась. Давным-давно в небольшом графстве государстве жил-был молодой человек. Честный, трудолюбивый, скромный и красивый. И было у него большое доброе сердце. Каждая девушка в графстве тайно мечтала стать его женой. А то, что он был совсем беден, не мешало даже самым богатым невестам добиваться его внимания. Но все безуспешно. Молодой человек был со всеми одинаково приветлив и вежлив, не более. Но однажды в графстве появилась незнакомка. Она была так красива, но строга и неприступна. Стоило ей взглянуть на кого-то, как человеку становилось не по себе. Стали поговаривать, что она настоящая панночка. Что мать ее царских кровей. А отец из кочевых восточных. Что была между ними большая любовь. И что сгинули они оба. А панночку подбросили в бедную семью еще младенцем. Поговаривали, что унаследовала над матери царственную неприступность. От отца необыкновенный дар видеть то, что недоступно другим. С тех пор, как панночка появилась в гуравстве, молодой человек потерял и сон, и покой. Он сорвал цветы и приносил ей букеты. Но панночка сердилась. «Не ты живое произвел на свет, не тебе его жизни лишать», — говорила она. Молодой человек звал ее на танцы-вечеринке. Но панночка твердила. Время дорого, чтобы его на пустое тратить. Однажды он позвал ее в кино. Согласилась панночка. Вот только с подружками пришла, чтобы проверить, скуп он или щедр. Совсем пропал молодой человек. Не ест, не пьет. Нет ему жизни без панночки. Взял он горшочек, насыпал в него земли. Посадил в зернышко. Зернышко проросло в стебелек. На дворе зима, а он к панночке с живым стебельком свататься. Приняла его панночка, усадила за стол и заговорила. «Ты в гравстве чужой человек. Кожа твоя смуглая, а у них светлая. Волосы твои курчавые, а у них гладкие. В глазах твоих южный огонь. На губах ветер морской соленый. Сердце у тебя большое и доброе. Для любви, для большой любви. Вижу. И что зла в тебе нет, вижу. Только не смогу я тебя сделать счастливым. Я чужая. Не только в гравстве. Сердце у меня холодное. Не растопить его тебе. Сказала и замолчала. А молодой человек в ответ. А ты выклини на стебелек. Я свою любовь в твое сердце посажу. И она так же прорастет. Будь моей женой, панночка. Ну что ж, я была с тобой честной. Может, твоя правда. И любовь сильнее. Ответила ему панночка и согласилась. На то мы порешили. Летом сыграли свадьбу. А весной родилась у них дочь. Взглянув он на нее, панночка испугалась. И жилец. Хожицы совсем нет. И сердце огромное снаружи. Но отец снял себе рубашку. Завянул девочку. Взял ее на руки. Прижал к себе. Прошептал. Выживем. И девочка в ответ улыбнулась. Росла она тяжело. Болела часто. Отец в ней души не чаял. Лелеял. И ее. И панночку. Для них сад посадил Вишневый. Каждую весну радовали деревья своим цветом все графство. Но девочка все болела. Не хватает ей любви. Сказал однажды молодой отец своей жене. Нужна им большая семья. Братья, сестры. Ты очень добр. Но очень беден. Ответила ему панночка. А на большую семью нужно много денег. И молодой отец стал хвататься за любую работу. Строил дома и дороги. Сажал деревья. Сеял. Растил. Собирал урожай. И однажды весной панночка родила ему еще одну дочь. Радости стало больше. Но и забот прибавилось. Девочки росли. Младшая веселая и радостная. Старшая заботливая и сердобольная. Только сердце панночки не растаяло. Старшая дочь росла в большой строгости. Быть может, от этого и была тихой и послушной. Никто и не заметил, что есть в ней особый дар. Беду видела заранее. А чужую боль чувствовала как свою. Боль проникалась сквозь кожу. Самое сердце. Тому, кто был рядом, становилось легче. И листику. И травиночке. И птенцу, выпавшему из гнезда. И разбитым коленкам сестренки. За это ее и любили. А я и мечталась. О другой любви. Светлой и радостной. О единственном. Единственном и любимом. О детях. О доме. В котором всегда детский смех. Однажды ей приснился мальчик. И впервые в жизни. Ее сердце наполнилось радостью, не болью. Мальчик был похож на кузнечика. Тоненькие ножки. Такие тоненькие, что казалось, они не выдержат. И он упадет. Она бросалась, чтобы подхватить его. Но просыпалась. Сон возвращался и тогда, Когда она стала совсем взрослой. Она повсюду искала кузнечика. Приглядывалась к молодым людям. Некоторые были очень похожи на кузнечиков. Но проходило время. И она понимала, что они, к сожалению, только похожи. Чем старше она становилась, тем больше боли копилось в ее сердце. Чем больше боли копилось в ее сердце, Тем чаще она вспоминала слова отца. О том, что ее спасение в любви. И она опять и опять мечтала о своем единственном кузнечике. О детях, о большой семье и большом доме. Время шло, но ничего не случалось. Даже кузнечик перестал ясниться. Совсем отчаявшись, отправилась она туда, Куда глаза глядят. Шла она день, второй, неделю, месяцы, годы. Сил у нее совсем не осталось. Опустилась она на землю И заплакала от тоски и одиночества. И тут прямо перед ней появился старец. Не плачь, сказал он. Поднимайся. Все, что ты сейчас видишь, Это пыльная дорога. Все, что чувствуешь, Это боль, усталость и отчаяние. Твои глаза заполнены страхом, Который рисует тебе, что будет еще хуже. Но твое сердце знает о другом. Ты просто позволь себе. Позволь. Посмотри чуть дальше. Позволь себе увидеть все хорошее, Что должно случиться. Позволь себе жить сердцем. Сказал и исчез. А она осмотрелась. Поднялась. Но как ничего не изменилось. Все та же дорога. Все те же пыльные травы на обочине. И никого рядом. Оглянулась. И вдруг там, вдалеке, увидела дом, В котором родилась. И сад цвету. Посмотрела вперед. И увидела себя. С малышом на руках. Посмотрела вдаль. Чуть дальше. А там большой дом. А в нем все, о чем мечталось. Пятеро сыновей. Четыре дочери. Много малышей. Кузнечик. Красивый. Стройный, молодой. Хотя совсем седой. Ножки. Тоненькие. Бросилась к нему, чтобы подхватить. А он. Он сам навстречу. Чтобы подхватить ее. В доме праздник. Большой праздник. Много света. Много цветов. Много суеты, возни, смеха и музыки. Взглянула она на свои ноги. Сбила пыль с обуви. И пошла. Назвречу. Своему счастью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok